Добрый день! Никем не ограниченный Иванов вас приветствует. Сегодня я бы хотел поговорить на такую тему, как насадка топорища прямым либо обратным всадом. Это была большая дискуссия на эту тему, большие битвы. Кто-то говорил, что нужен только прямой всад, кто-то его отрицал полностью. Мое личное мнение можно выразить, процитировав Экклезиаста. Всему свое время и место всякой вещи под небом. Есть место и время для прямого всада и есть место и время, где обратный всад более подходящий. Условия, где лучше прямая насадка, прямая насадка топорища. И есть условия, где топор лучше насаживать обратным всадом. Вот, например, мой лесорубный топор. Он насажен прямым всадом, с ярко выраженным грибком. Это так называемый horse shoes, лошадиное копыто. Он хорошо работает, как валочник. При правильной насадке очень надежное крепление. Поэтому я выбрал этот метод. С другой стороны, я недавно делал маленький топорик. И для него я использовал обратный всад. Почему? Прежде всего, это топорище с обратным всадом очень легко менять. Вот так вот раз. И мы можем вместо сломанного или вместо короткого топорища взять и насадить вот такое вот длинное топорище. И это у нас уже получается такой валашка, который можно даже рубить достаточно большие дрёвна. А если нам такой большой топор не нужен, то мы, соответственно, снова берем и насаживаем его на маленькую рукояточку. И у нас получается такой хатчет или топор для мелких работ, или томагавк, или что-то подобное. Или маленький колунчик, колоть маленькие полежки. По поводу производительности. Здесь нужно понимать, что если я насажу вот этот топор с этой стороны, или насажу его с этой стороны топорищем такой же самой длины, от этого производительность никак не изменится. А что изменится? Изменится метод работы. Здесь нужно сделать маленькое отступление и рассказать о том, как работают топором. Есть два типа работы топором, два стиля. Значит, вот, допустим, плотник. Вот он сидит на бревне, и ему нужно протесать. Или стоит около дверного косяка, ему нужно протесать. Он двумя руками, контролируя положение топорища, работает. Или сидя, он протесывает. В этом случае он работает примерно так же, как и кувалдой, как и киркой. Хотя, о чем это я? Страшно далек я от народа. Кто сейчас работает киркой и кувалдой? Боккен или катана. Вот прямой удар вот такой. Постоянно контролирует, контролируется лезвие, контролируется удар. Совершенно точно так же, контролируя инструмент, мы работаем двумя руками топором. И точно так же, если у нас топор насажен обратным всадом, вот, контролируя двумя руками, мы работаем топором. Вот, это один метод, как будто мы работаем катаной. Второй метод, когда у топора есть ярко выраженный вот грибок. Здесь мы можем полурасслабленной кистью за счет центробежных сил. Вот, мы можем расслабленной рукой работать. Вот, в этом случае работа осуществляется примерно так же, как шашкой. Потому что у шашки точно так же есть вот этот гусек сзади на рукоятке. Вот, и рука может от плеча работать с полурасслабленной кистью. Это кистенем, это нагайкой, это шашкой. Работается вот так же. И точно так же работается топором с развитым задним упором. Упор делается таким образом, чтобы вот можно было здесь держать топор на вису. Вот. Но, если мы возьмем топор, насаженный обратным садом, без вилька, то при работе расслабленной рукой он хочет улететь. А теперь вот такой вот простой фокус. Мы берем и делаем дырочку в топорище и привязываем темляк. После этого мы вдеваем руку и мы можем работать точно так же в стиле шашки, в стиле нагайки, в стиле кистеня. И такой топор совершенно ничем не будет отличаться по стилю работы от топора с грибком сзади. Плюсы и минусы этих двух типов топорище. Значит, топорище с обратным садом. Явный плюс – это высокая ремонтопригодность. Если топорище сломалось, то его легко заменить на новое топорище, насадить и снова работать. Недостаток, что если у вас проушина достаточно узкая, то и рукоятка получается вот в этом случае или вот в этом случае достаточно тонкая, узкая, не совсем анатомически подходящая под вашу руку. Если вы делаете топор с прямым садом, то вы можете сначала насадить здесь как следует, а потом уже делать рукоятку под ту руку, под тот размер, той толщины, которая вам лучше всего подходит. И в этом отношении, конечно, прямой всад выгоднее. Сразу же по поводу вот этих вот законцовок. Здесь нужно ясно представлять, как это и для чего это. Вот, допустим, плотник. Я здесь вот еще не понимая, чего, зачем, сделал такую вот выемку, да, чтобы можно было бы работать, чтобы он не выскакивал из руки. Но потом я понял, что метод работы этим топором, плотником, не подразумевает вот тот стиль рубки, как шашкой. И этот задний упор не нужен. Далее, здесь, когда делают эти упоры, могут делать вот его коротким. Ну, зачем, зачем вот здесь вот упор, да, и дальше еще такой. Это большущая ошибка, которую вы почувствуете, когда начнете работать. Вот, допустим, вот на этом примере, да, вот я взял так, чтобы вот этот упор здесь у меня оставался, да. И что мы видим? Мы видим, что вот задняя часть, она упирается вот сюда в ладонь. Через 10 минут работы этим топорищем в таком стиле, вот, у меня здесь появится замечательнейшая мозоль. Вот, но это вы почувствуете на своих руках, если будете вот с таким вот задним упором и с таким коротким срезом после грибка. Поэтому, если вы делаете с грибком, то вот этот вот упор идет под пальцы, а здесь вот ложится выемка под большой палец. И вот эти, именно вот этим и идет вот до конца ладони. Именно таким задумана эта задняя часть рукоят. Опять же, здесь не должна быть большая шишка со всех сторон, потому что, когда ты будешь рубить, распыл, 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 а это вот так вот, то вот здесь вот эта шишка не должна мешать. Потом это делается симметричным, чтобы, если, на тот случай, если ты амбидекстер, кто? Ты. Вот, то, как говорил адвокат Егоров, то можешь легко переложить инструмент из десницы в шуйцу и снова работать, не испытывая никаких проблем. Это одинаково хорошо работает как при хвате левой рукой, так и при хвате правой рукой. Инструмент работает одинаково. Он симметричный и он не натирает мозоли. Вот. Ну, я опять же говорю, что если у нас есть топор, насаженный обратным псадом, то для тех, кто привык и кто хочет работать в технике шашки, это удар с оттягом, удар с полурасслабленной кистью, да, то вот делается здесь непросто. Не в самом конце, а перед кистью делается дырочка, темлячок и надевается, и может полурасслабленно работать. Вот. Ну, надеюсь, я несколько прояснил ситуацию и снизил градус накала между остроконечниками и тупоконечниками. Это вести прямо сажающими и обратно сажающими. Ну, вот. На этом пока все. Счастливо. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok